каждый приход зал это перезагрузка несмотря на все проблемы несмотря на все проекты перелет и усталость ты приходишь взял и ты перевернул страницу если спросить у любого любителя бодибилдинга кто самый лучший атлет россии наверняка вы услышите фамилии кодзоев шелестов федоров но если спросить кто лучший атлет нынешнего времени практически все вам скажут имя этого спортсмена последний раз он выступал 2016 году и тогда он выиграл все что только можно с тех пор он ушел в тень и сейчас снова готовится к своему соревновательному сезону пойдем посмотрим как здарова брюхо тебя рад тебя видеть взаимно взаимно как ты нормально мы все по тебе соскучились часы не тренируем те самые те самые пойдем пойдем погнать ноги сашотом но это великое дело не зря так не зря так все сложилось поэтому сегодня ноги как выяснилось когда я начал уже выступать на стартах у меня отстает бицепс бедра до визуально отставал это было в пятнадцатом году и я вместил акцент на бицепс бедра и так сейчас и оставил тяжело стараться не прогрессировать бахнуть ноги как там старые добрые куча веса там еще что-нибудь нет мест у меня столько силовых тренировок наверх чтобы ноги в конце недели что к моменту когда идет тренировка ног я только радуюсь что у меня хотя бы в этот день нет силовых я спокоен я с весами работаю на жиме то есть вот вчера мне кажется сто л çokis килограмм я столько жизни приседал серьезно да я никогда больше 160 килограмм не приседал обычно приседания были всегда в конце то есть опять этом упражнением в шестым сума зато я очень боялся всегда боялся травм уже с ногами изначально они у тебя всегда доминировали всегда прогрессировали от любой нагрузки меня с ногами особо когда проблем не не была я могу сказать они не доминировали всегда то есть когда я пришелdire дебилдинг у меня ноги были абсолютно обычно я считал изначально занимался гимнастикой до семнадцати лет и ноги там особо вообще не задействовать ну да я помню твои первые сезоны там как бы ничего так особо я весил 6 7 килограмм на соревнованиях там кажется тяжело сказать что у чувака что-то преобладает там мышц толком нет поэтому и в какой период вот пошел основной прогресса я ушел из классики когда я понял что все я больше не могу выжиматься и я просто дал возможность себе питаться нормально плюсовую калорийность и ты просто тренироваться в удовольствие это был самый такой приятный период после долгих вот этих выжимания категории после этого я очень уже плавно набирал мышечную массу там три килограмма два-три в год не больше то есть такой скачок у меня был просто после именно перехода из классика я для себя заметил что например если я время упражнения растягиваюсь там есть следующее следующем подходе тяжелее делать если мы получатся тонус мышцы но на ногах это я не такого не чувствую практически но например на груди сразу то есть я жму первом подходе нормально я начинаю оттянуться того второй подход не гораздо тяжелее не приходится либо сокращать повторение пока я не тянусь я могу там два подхода стим так я не использую пирамид у меня такая линейная прогрессия дохожу до веса и работаете весом работу три рабочих подхода и вот так как еще методы там повышение интенсивности используешь там дроп сайты какие-то да да зависит от цикла два цикла силовой цикл да и объемов формирующая многоповторка свою плотность и прежде всего с большими весами связываешь да я при работе с весами что если я начинаю веса сбавлять уходить это больше заметными на поверх ногам все равно у тебя интересный подход ты больше всего уделяешь внимание восстановлению в принципе да в общем но все забывают по фундаменте да что нужен вообще хороший отдых да для того чтобы восстановиться полностью ты именно руководствуясь этим решил тогда отдохнуть 2016 году на сто процентов вот многие хотя тебя не поняли да потому что там на пике популярности до после того как ты ноздря в ноздрю стоял с этим ходить упалом да но было три от основных фактора которые меня заставили задумываться во первых я потерял такой некий голод когда ты все выиграл любителях вообще просто не представляем с чего начинать я первый раз поехал на международный старт выступать за границу и по полностью облажался то что я не знал нигде еду взять мы все это выяснили пока и уже первых там не получился то же самое повторять про ну как бы смысла не было это было второй фактор за шесть лет я уже чувствовал что у меня накопилось такая некая усталость организма я стал медленнее прогрессировать а мне нужно было набирать потому что мы выходили на сцену с чупаном да я знал что он будет выступать 212 он выходил 100 а я 88 это очень большая разница и выходить впро и давать фору 8 килограмм разницы я там 212 96 килограмм спортсменам ну никакого смысла нету мне нужно эти 8 килограмм мышц набрать я за год набирал два-три но от силы максимум и я понимал что мне нужно просто но это второй фактор что мне просто нуждать организму отдых потому что самый лучший прогресс у него именно когда я чуть отдыхал и начинал заново все и третий фактор это семейный тебя сейчас 4 тренировки или 5 до 4 4 в неделю да то есть это на самом деле при подготовке это мало в основном все там 6 или 7 даже до тренируют как ты для себя этот выработал сплит почему не больше я объясню у меня может быть 5 тренировок но она просто полноценок все равно я буду и на силу тренировок будет 4 тогда плюс я не считаю за отдельную тренировку кардио то есть я делал кардио там день отдыха и считаю что у меня была тренировка в этот день сейчас ты кстати сколько каждый тренировок сейчас у меня кардио тренировок 55 неделю по полчаса чтобы добиться каких-то высот многие просто неадекватно оценивают состояние своего здоровья резервы свои любой профессиональный спорт повышенный риск здоровья и риск смерти но у нас есть такие примеры даже в нашем в российском бодибилдинге печальные просто для себя нужно понять и я вот для себя это сделал что эта форма та которая соревновательная такая она в любом случае не навсегда просто может быть мне повезет или кому-то повезет и он будет до 50 лет выступать если захочет а кому-то может не повезет и он закончит гораздо раньше вот тоже частый комментарии даже вот недавно стал в группе какой-то спортивный под моей фотографии там вот и под когда лишь размещали вот что зарубежные спортсмены всегда форме одни наши хряки теряют форму этот похудел этот зажирел ребят вспомните что народом он приехал в пятнадцатом году он даже жилетку не снимал я бы все когда сан-марина дэкстер джексон отказался отказался снимать куртку чтобы я хотел с ним сфотографироваться он сказал только я буду в толстовке я ее не буду снимать это прошло два месяца после олимпии я уверен что у него было более чем достойная форма ну как бы он бы снял бы и большинствует но это его они его бы сравнивали с ним же духа два месяца назад а он сильно потерял мощной массе то что он отдыхал он так искал я два месяца него хорошо отдыхают он сейчас и вот это меня восхищает из-за составляет каждый раз задумываться да и не торопиться потому что одна ошибка она может полностью положить крест на всей карьере сейчас все тренировки сбиться бедра начинают да отличается только как конец либо делала жимовые движения акцентирую одну неделю на конец тренировки на передней поверхности либо зовут как на этой неделе мы закончим выпадами еще что-то из восстановительных процедур делаешь там какие-то массажи байда массаж обязательно вообще то есть партика спортивно два раза в неделю я разбиваю вверх и низ тут недавно в баньку ходили я первый раз парился с бальщиком вообще так спокойно к баням отношусь ходили компания лёха мне понравилось но для тех кого боясь полустрофобии то что там накрывают тебя ты как будто под землю лежишь там вениками там ты их целая церемония но прикольное ощущение такие потом легкость такая вот мне понравилось но массаж обязательно порядке потому что начи нормальные позировать будет тяжело напрягать муж мышцы и и сидеть гипертонус какой-то стороны соответственно он будет так усиливать позвоночником как-то у меня нет у меня нет никаких травм не проблем с позвоночником никогда него не грыж что раз на мне интересно природа твоего права гипертонус практически все проблемы они же от позвоночника идут да у меня изначально будет такой начинай на со школы все все мне кажется больше здесь сколиоз на правую сторону все время такие сам правша я не знаю просто откуда он взялся я уже когда пришел в зал это было видно потому что даже когда я подтягивался это прям мне даже еще видео сохранено с там года с 11 я подтягиваюсь и она просто на одну сторону со временем за счет нагрузок это выровнялось но видимо такой все равно гипертонус на правую сторону сохраняется то что я реально всегда чувствую именно правую даже если у меня болит например голова она болит практически стату к собой да так разгибание обратите внимание как ашот ставит ступни центр да таким образом смещая нагрузку чуть повнешен за положением стоп следишь да я специально так 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 я стараюсь максимальное жене вот у меня было вот разделение по этой линии то что и это единственная часть где когда я на сцене для деления может пропадать то что ты теряешь точку вот она честно говоря не верится что у вас вот такие легкие тренировки как он говорит для поддержания это вполне и это нам всем урок на самом деле да нам всем тем которые ради в угоду своего фанатизма не могут остановиться вот живой пример того что поддержание это гораздо легче и правильный правильный да с точки зрения восстановления организма чем набор это всем нам на заметку том числе и мне самое трудное самое трудное вовремя себя останавливать вот меня всегда спрашивают еще до сих пор там зачем тренер тебе вы там вот илья он тренер да там типа почему он лёшу не подготовить дайс на тренер ребята когда ко мне обращаются очень часто бывает что вся моя задача сводится к тому что я просто притормаживаю да и они прогрессируют мы снимаем видео вы обычно сети видео там либо подготовка когда спортсмен на пике формы вы видите вот это бешеный объем нагрузки хорошие рабочие веса хорошая интенсивность и вы примеряете на себе вот первая да ошибка это делать не нужно вы и там топовый спортсмен не одно и то же я не беру там нагрузку в играми на себя и не думаю что завтра я стану как бигра это время да то же самое с интенсивностью поэтому соизмеряйте просто и все поэтому и все будет нормально будете прогрессировать но а мы будем искать новые способы так давай с чем мы ходим с гантелями москопом есть интересные законы йоркса дотсона да это два закона которые научно доказаны которые говорят о том что количество мотивации влияет на результат не прямолинейно да а по такой конусообразной прямой то есть после прохождения определенного оптинума мотивации да когда мотивация усиливается результативность падает это очень интересный момент на который стоит обратить внимание всем спортсменам то есть если у вас зашкаливает мотивация у вас зашкаливает катаболические гормоны до степень стресса недовосстановления таким образом это влияет негативно на результат поэтому даже мотивацию и свой стимул нужно держать в узле и коннектировать давай 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 2 2 2 2 у 2 у у у у у у у откуда многие такие не от разгибания ребят я не могу сказать что я люблю это упражнение ну да такое а на самом деле очень результативно да тоже я выпаду всегда 120 килограмм делал со штангой она офигенная но как раз баланс дает хорошо между бедра до ягодичный я одеваю ремень и сразу после упражнения его не снимаю только для того чтобы научиться дышать грудью и я на сцене почему там нет фотографий где у меня живот это не потому что этом он мне не может упирать да может потому что на сцене я дышу короткими вдохами и это позволяет мне даже когда я меняю позы когда я расслаблен до чтобы не живот не выпирал я когда выступал шестнадцатом году вот и люха стоял за сценой там в категории был парень и он очень внимательно смотрел как я контролирую живот ему прям было очень интересно и прямо на сцене повторял ему я так понял показалось что я просто задерживаю дыхание и не дышу то есть я ставлю позу и задерживаю дыхание так вот когда закончится первый раунд сравнение обязательных на спустили за сцену парень просто упал в обморок он первый шел и люк он прям на и люк упал просто просто он вдохнул и потерял сознание поэтому ребят дышать нужно вот просто фишка этого ремня только в этом если парень садега приседает стопа как ходит андрюха добрая душа не может равнодушно смотреть сейчас многие подумают что я такой наш надмен я очень редко кому-то подсказываю не потому что я наш не жалко а люди но они готовы воспринимают готовы я понимаю почему андрюхи столько сил он по самом деле там говорит про восстановление расскажи а сама сидит устанавливается между подходами а потом бодрячком так вот это уже интересненькое упражнение икроножные в гаке самый главный вопрос который волнует всех про икры чтобы они выросли по сколько раз тренировать в неделю и сколько повторений твой рецепт счастья тренировать нужно необходимое количество раз я так сказал икра нужно это одна из немногих мощных групп который очень быстро восстанавливается тому же она очень выносливая поэтому здесь естественно можно не такой интервал большой держатель между большими мышечными группами но опять же если вы долг будете долбить ее каждый день не факт что на вас вырастет мне для икроножных наиболее комфортные это совмещение высокой интенсивности и большого объема а веса здесь не так важно потому что ваша соглашусь соглашусь давай растягиваем нифтям не бойся переживаю я по поводу ног чувствуется что сама иннервация да само сокращение одной ноги она не на сто процентов конечно это небо и земля по сравнению с тем что было четыре месяца назад когда произошло защемление тогда я вообще в принципе не мог ее сокращать сейчас гораздо легче вот я очень надеюсь на то что ближайшие пару месяцев это все стопроцентно восстановится и тогда уже можно будет говорить о каких-то уже полноценных тренировках и и и не будем загадывать что будет дальше все спасибо слава богу слава богу что все закончили так попозировать да давай пойдем пойдем а что ты еще один вопрос который волнует и меня и всех любителей бодибилдинга это твоя талия соотношение с ногами это вообще разрыв мозга но и без ног там талия осиная делаешь ли какие-то вакуумы планки контролируешь ли как-то количество одного приема пищи в связи с чем это связано но опять же отвечая на вопрос касаемо талии талии уменьшить нельзя вакуум я не делаю единственное из так из того что я не рекомендую делать для того чтобы если у вас изначально природа не узкая талия да потому что ребят а если вы замерить мою талию в объеме она не такая уж и маленькая у меня соотношение именно ширины костей бедами да но небольшое то есть мерить не объем талия просто раздавая кастя касте они грубо говоря в профиль да ты выглядишь вот так да она узкая соответственно расстояние между костями но вы никак не измените единственное что какой совет могу вам дать в принципе не рекомендую тренировать косые потому что как косые мышцы живота потому что они так это такие же мышцы как и другие мышцы нашего организма и соответственно если вы их тренируете они гипертрофируются и визуально талия становится шире я прекрасно знаю когда стоит за сцены что я обычно в категории не самый большой когда я выхожу особенно в абсолютку там я точно знаю что я ну я сильно уступаю размеры не твоя фишка да я уступаю там весе многие это сравнивали когда мы ходили в абсолютки на олимпии с чупаном типа вот чупан больше ребята на 12 килограмм был тяжелее чем я на 12 килограмм сухой мышцы да и он еще при этом немного выше и конечно когда знаешь я считаю там что он что он больше естественно он больше на просто это же иллюзия да он больше но не на 12 килограмм казался вот в этом вся фишка но у меня очень порадовала как раз по именно впадины да по бокам я думал ты что-то делаешь специально может быть там как-то много подъемов мог именно ничего такого ничего специального я не делаю и когда делаешь звонить спереди ты включаешь пресс обязательно да причем объясняю почему потому что многие как даром прямые до включаешь так чтобы для прямые мышцы живота и они именно стоит эту линию да 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 между разделения между прямыми и косыми ребята можно научиться правильно позировать а я сколько вижу произволку ребята делают в день соревнований позировать начинают нет особенно просто волну и я по крайней мере сумму могу только после опыта сидеть не начать писать по поводу позирования там поставить позирование за неделю за две до соревнований мне просто разрывается лично ребят очень тяжело что-то сделать поэтому я все свои позы даже вот посмотрите мои ранее соревнования это доставил есть многие позы которыми я категорически проиграл потому что их ставил невыгодно для себя я их адаптировал вот и все ну что есть да погнали погнали что мы сразу видим с порога прогресс и прогресс использую как стильный предмет мобилировки да слушай я тебе скажу я его когда получил у меня были очень смешанные чувства потому что за всю историю бодибилдинга на всю историю на российского бодибилдинга не было для меня ни одного спортсмена который получил и кубок прогресса и кубок абсолютного чемпиона потому что я был первый мне сказал дубин да соответственно когда я получил кубок прогресса он уже был второй за сезон у меня вот меня начали мучить смутные сомнения но все обошлось я получил абсолют это абсолютка россия это я ударил меня таких три все одинаково весят где остальные у диване убраны вот но этот самый такой да его выставил за это за абсолютку на россии вот мы этот просто невозможно спрятать ну да в нем можно это что-то кубок мэра коммерческий турнир такой самовар вообще да 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 это кубок мэра каменск уральска вот но и самые такие медали у нас два спортсмена до из нашего из россии до которые так сказать бились на двух фронтах это серёга кулаев он до убил арнольд а я долбил олимпию вот это за второе место медаль 2015 год тогда не хватило совсем чуть-чуть ну вот в шаге остановился самое главное да на данный момент медаль это олимпия в москве ты не здесь я думаю на килограмм и полтора весь мне кажется килограмм и полтора здесь есть именно эта медаль дала мне возможность получить про карт потому что за победу в 1 на одном международном турнире не дают про карту только за две победы если ты не выиграл абсолютку если ты выграешь абсолютку то за первую абсолютку ты получаешь про карту и соответственно выиграв две олимпии подряд я получил право на оформление обе про картошки 300 грамм так это сколько углеводов 60 я понял так и рыбки так и потом эти цифры эти цифры говоришь ему так а ты за весь рацион отвечаешь собой мы тоже что не про вот ребят я выгорели к считать калории тяжело главное найти достойную таковую половину это сколько у тебя сейчас белков жиров углеводов у меня грамм 200 грамм 2 грамма на килограмм 2 для ваша не поднимаю круто вот один грамм жиров из них 30 процентов 35 процентов животные и остальные 6 5 растительных что используешь оливковое масло отдельно бады я получаю омега-3 из омеги 10 грамм все углеводы углеводы у меня картофель рис хлебцы иногда бывает 300 грамм до 300 грамм то есть 200-300 вот то есть и ниже ты принципе не опускаешь вот как раз если срезаю калорийность только за счет углеводов ничего другого я не уменьшаю но минимум для тебя углеводов 200 да ну это это можно жить согласен но так да это грустнее конечно но можно за период подготовки как-то ворежешь углеводы может какие-то рефиты читмилы слушай ну читмил у меня в основном наверное месяца за два уже все я не использую практически в своем рационе я смотрю от формы в любом случае у меня присутствует рефит так называемый да перед соревнованием то что не требуется грузиться чтобы но если хорошо сохну мне примерно процесс идет довольно ровно до момента пока я не начинаю увеличить потребление жидкости для того чтобы разогнать диорез как только начинаю разгонять диорез я начинаю сохнуть очень быстро я смотрю большинство готовится там у них объем пищи немаленький но там рис грудка рис грудка и как бы да ну ребята 4 до 4 калорий в белке 4 в углеводах но замените там добавьте больше углеводов не умирайте там вы едят 400 грамм белка мифов до демонизация определенных продуктов и превозношение других вы в любом случае когда в дефиците будете чувствовать голод но хотя бы вы будете есть нормальную еду вот я не знаю что можно сейчас вкуснее чем это поесть этому на диете спасибо огромное очень вкусно было до мало но вкусно когда мы с тобой выступали активно 2010 года там 11 12 даже 15 популярность бодибилдинга была очень высока и это где-то дело уважали к этому относились как благородному делу а вот потом репутация стала страдать многие потеряли интерес переквалифицировали да там так далее с чем ты это связываешь и как с этим положением быть и можно ли с этим бороться бодибилдинга стало резко очень много очень мало людей там с хорошей формы выступали то есть чемпионы были одни и те же люди из года в год из года в год это стало мейнстримом да да начали этим заниматься порт стал мейнстримом если раньше на чемпионат россии там приезжало не знаю 200 человек то стало прижать 600 только спортсменов связи с этим и потеря популярности до соревнований потому что никто не будет сидеть три дня из да как ты считаешь в связи с чем связано такое пристальное внимание к спортсменам как персонам да потому что ну не за не за каким другим спортом так не следят да то есть за фитнес индустрии следят как за жоу-бизнесом согласись согласен почему потому что бодибилдинг он совмещает это и шоу и спорт и чем мне нравится бодибилдинг да чем не нравится бодибилдинг люди в этом виде деятельности бодибилдинг фитнес я под бодибилдингом подразумеваю все смежные дисциплины да они показывают как можно развиваться в нескольких направлениях потому что спортсмены там те же гимнасты олимпийские чемпионки чемпионы единицы людей их знать то что они не практически не медийные им отчасти это не нужно они занимаются спортом побеждают и все бодибилдинг же он как бизнес когда как ты сам крутишься грубо говоря так это совокупность многих качеств которые даже присутствовать в личности и спортсмене чем более ты разносторонние разы чем больше разносторонней информации ты доносишь тем интереснее тебя смотреть как ты считаешь как там ситуацию изменять либо это цикличное да вот после каждого мейнстрима всегда обязательно будет какой-то анти то есть обязательно будет падение вот и когда-нибудь может быть будет опять взлет бодибилдинг в том виде в котором мы его сейчас видим и в том как виде которого он был он очень изменился он эволюционировал он это делал не раз а идея бодибилдинга до который подвигать функционеры она как была заложена джо вейдером они так до сих пор эту идею и продают бодибилдинг сейчас позиционируется как красота тела здоровый образ жизни это не совсем корректно уже да если это можно было во времена арнольда да там договорить то сейчас наверное ты просто продаешь немножко не тот продукт который люди видят и у них диссонанс да диссонанс о каком мы говорим за когда-то выходит монстр 120 килограмм на сцену просто этот продукт сам бодибилдинг эволюционировал а вот то как его представляет людям осталось на том же уровне поэтому вот не получается сделать качественный скачок просто функционерам тоже нужно эволюционирование они все находятся на том же уровне тебя маячила тоже хорошая сразу там какой-то там спонсорский контракт и так далее да ты это оставил и продолжаешь работать тренером правильно это не основной род деятельностью мне дают то есть не основной расскажи тогда откуда у тебя средства на проживание я стараюсь разделить источники получения до дохода у меня есть фирма немножко так предпринимательством занимаются то есть армянские корни это может кстати говоря ты ни разу не был в армении ни разу вот-вот для меня это было удивление у меня больше друзей было в армении чем я да нет друзья были по 5 раз я родился в питере и играть всю жизнь я был мир нет по россии я очень много путешествовал и благодаря бодибилдингу в том числе поэтому как бы я очень благодарен этому виду спорта да да в принципе я жил там и в краснодаре в детстве минеральных водах пятигорск но весь юг там объехал железновоз кисловоз к сочи вот так вернемся к твоей значит деятельности да то есть бизнес небольшой небольшой да плюс я консультирую людей и очень много людей которые в принципе ко мне приходят на консультации они не спортсмены то есть люди приходят и получают информацию применяют и получают результаты они довольны то есть моя сдача максимально доступна им эту информацию донести максимально их услышать чтобы не навредить человеку и все плюс ты правильно сказал у меня были возможности подписывать контракты с российскими компаниями основном было пару предложений но я для себя понял что больше российскими компаниями я сотрудничать не буду люди не понимают что такое сотрудничество они берут спортсмена который достиг чего-то и хотят чтобы их компанию ассоциировали с этим спортсменом с его успехом успешный спортсмен и мы с ним и мы успешны поэтому пока да наш рынок не созрел никто в принципе сейчас все стараются обходить бумажные контракты то есть ну вот зарубежными компании чуть проще у них строгий регламент да и но соответственно почему я отказался я знал что я уже буду отдыхать и подводить людей мне просто не хотелось ну и заключительный вопрос он частично вытекает из того что мы сейчас обсудили твои планы на будущее да потому что ты же понимаешь что если ты дальше будешь стремиться там завоевывать высокие места вправо тебе придется уделять этому больше внимания и прокурить кстати хотелось бы пару слов услышать сейчас уже поступают до предложение по контрактам но я жду да почему потому что иногда ли лучше чуть подождать потому что такая волна она только начала подниматься да и хочется сейчас уже до получать какие-то деньги но я знаю что сейчас отказался от рубля от рубля завтра получить 10 до завтра все правильно у меня есть план да у меня появилась возможность сотрудничать с главным тренером из кувейта я сейчас меня приняли в oxygen тим да им интересно показать что из россии ни одного ни одного культуриста спортсмена бодибилдера за всю историю ни разу не побеждал на про турнирах по бодибилдеру ни разу можно записать как цель да можно записать да в кувейт когда в кувейт когда но я выступлю на сибериан после этого потихоньку начну набор и планирую как скажут так сразу туда по плану в планах месяц там но я еще не знаю точно выступление в про у тебя летом уже я думаю да планы если все будет хорошо ну цель выступить в про летом ну что ребятушки я думаю это видео заслуживает ваших лайков будет много лайков и ашот поедет в кувейт и я там как-нибудь доеду поснимаю в любом случае ашот было приятно с тобой сегодня провести время вот приятный потренироваться и познакомиться с твоей семьей и пообщаться в общем всех благ тебе спасибо будем за тебя болеть спасибо успехов